Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Китай отказывается от услуг западных аудиторских компаний. Агентство Bloomberg сообщило о принудительном вытеснении китайскими властями западных аудиторских компаний с внутреннего рынка. Речь идет о так называемой «большой четверки» аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG и Deloitte, с которыми китайское правительство не желает больше сотрудничать. Сообщается, что власти Китая призвали китайские частные компании в самое ближайшее время отказаться от услуг западных аудиторов в интересах национальной безопасности. Китай подозревает, что указанные агентства могут передавать конфиденциальные данные западным правительствам в нарушении условий договоров о коммерческой тайне. Утечка конфиденциальных данных китайских корпораций может быть использована западными спецслужбами в целях оказания давления на китайскую экономику, фондовый рынок и в целях ослабления курса китайской валюты. Издание Bloomberg сообщило, что китайские компании среднего звена начали получать письменное обращение от Министерства финансов КНР, который содержит рекомендации по отказу от продления действующих договоров с аудиторскими компаниями стран Большой Семерки. Большая четверка аудиторских компаний в 2021 году заработала на оказание услуг в Китае порядка 3 миллиардов долларов. Глава компании Port Shelter Investment Management Ричард Харрис в интервью Bloomberg заявил, что отказ китайских компаний от привлечения западных аудиторов к оценке финансовой отчетности затруднит в будущем получение этими китайскими компаниями инвестиций и кредитов со стороны западных банков. Отмечу, что указанный процесс в Китае был запущен примерно три года назад. Однако если ранее от привлечения западных аудиторов отказались китайские госкомпании, то теперь к процессу активно подключились частные компании. Нет сомнений, что в будущем западные аудиторские компании закроют свои китайские представительства. Тем временем крупноамериканская консалтинговая компания McKinsey, специализирующаяся наказания аудиторских услуг, сообщила о планах по сокращению 2000 рабочих мест в рамках оптимизации производственных издержек.